В этом году в рамках педагогического фестиваля стартовал городской проект развития конструирования и образовательной робототехники. Первый опыт показал востребованность данного направления. Инновационные образовательные технологии стали активно использоваться во всех образовательных учреждениях города. Но для того, чтобы правильно научить детей разбираться в робототехнике, сначала курсовую подготовку должны пройти педагоги. На этот раз мастер-класс провели представители Международной Академии Лего Эдюкейшн, которые представили уникальные образовательные решения путем конструирования. Это не просто коробка с деталями лего, а это комплекс из методических пособий, рекомендаций, пошаговых уроков для педагога, ну и, конечно, элементы кубики лего для создания, для моделирования, конструирования. Уже начиная с подготовительной группы детского сада, мы начинаем программировать с детьми, работать с компьютером и постепенно готовим их к более серьезной робототехнике, с которой они встретятся в основной школе. Такие образовательные наборы дают возможность детям реализовывать свои идеи. Педагоги на собственном опыте убедились, что всего из нескольких кубиков можно собрать, казалось бы, простую утку совершенно разными способами. У каждого получилась индивидуальная модель. Педагоги утверждают, что конструировать детям нравится, ведь такие занятия не только активизируют мышление, но имеют еще множество плюсов в образовательном развитии ребенка. Это и мышление развивает моторику, мелкую крупную. Конечно, если это крупный конструктор для малышей, естественно, это более успешно скажется на дальнейших занятиях, например, в рисовании. Очень важно, как ребенок держит кисточку, карандаш. Это, конечно же, улучшит. И для воспитателей это большой плюс, конечно. Заинтересованность российских школьников программирования и робототехники с каждым годом растет. И результаты уже есть. Так, в прошлом году на Международной робототехнической олимпиаде в Индонезии лидировали команды наших юных разработчиков. Кстати, уже скоро познакомиться с современными технологиями смогут и сочинцы. С 21 по 23 ноября в Олимпийском парке пройдет Международная робототехническая олимпиада. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.